Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту Описывая верующих, Всевышний Аллах субханаху ата'аля часто применяет к ним такое описание как терпение Говорит Всевышний Аллах субханаху ата'аля Я айюха лязина аману ста'ину бессабри вассалях инна Аллаха ма сабирин Терпение это одно из благородных качеств, которые каждый мусульманин и каждая мусульманка должны стремиться воспитать в себе Существует три вида терпения Первый вид терпения это терпение в том, что повелел Всевышний Аллах субханаху ата'аля из обязательных предписаний Такие как молитва, как пост, такие как закят, как хадж и другие Совершая эти обряды поклонения, человек испытывает определенные трудности И если он будет проявлять терпение в выполнении этих обрядов, он непременно достигнет великой награды Второй вид терпения это терпение в том, что запретил Всевышний Аллах субханаху ата'аля Например, человек, имея возможность совершить прелюбодеяние, оставляет его, боясь Всевышнего Аллаха и проявляет терпение в этом И такой человек, несомненно, получит огромную награду И третий вид терпения это терпение в том, что предопределил Всевышний Аллах субханаху ата'аля из хорошего и плохого Например, человек может разбогатеть, однако свое богатство он тратит только во благо и только на пути Аллаха Тем самым проявляет терпение в этом, и, несомненно, такой человек удостоен огромной награды С другой стороны, может быть испытание бедностью, однако человек, проявляя терпение в своей бедности, довольствуясь тем, что предопределил ему Всевышний Аллах субханаху ата'аля И, несомненно, он обретет огромную награду Дорогие мусульмане, месяц Рамадан — это прекрасный шанс воспитать в себе это благородное качество терпения Я прошу Всевышнего Аллаха субханаху ата'аля сделать нас из числа терпеливых Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бараката Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok